Кардицеп со спринтерской скоростью ворвался в мир спорта в 1992-1993 годах. Малоизвестная женская китайская сборная начинает побеждать на мировых первенствах и не звергать рекорды, простоявшие почти 10 лет. Газеты пестрят заголовками типа «Оргии мировых рекордов». Китайцы озверели. Дигант проснулся. Секретное оружие китайских спортсменов. Итак, китайские национальные игры, 1993 года город Бейджин. В забеге на 10 километров, вперед выходит 20-летняя Вань Юнса. Вань ускоряет бег после середины дистанции, и каждый следующий километр она бежит все быстрее и быстрее. Такого спортивный мир еще не видел. Она мимоходом во время этого же забега побила рекорды на дистанции в 5,3 километра. Через два дня после десятки, был забег на 1500 метров. И на этой дистанции вновь был мировой рекорд Вань Юнса. Она улучшила рекорд Казанкиной, который 13 лет считался абсолютно непробиваемым. Китаянки одна за другой, с легкостью опережали рекорд мира. На протяжении нескольких дней, китайские спортсменки низвергли мировые рекорды 14 раз. Причем соревнулись почти без отдыха. Журналисты писали, шаги и в бегу сотрясли мир. Они выглядели после финиша так, как будто попивали жасминовый чай. Они дистанцию бежали. Естественно, мировое сообщество мучило вопрос, как, каким образом все это возможно. И вполне естественно напрашивался вопрос, использовался какой-то допинг. Тренер команды Май Юнглин категорически отрицал обвинение. Все возможные комиссии, врачебные и антидопинговые, произвели все возможные анализы. Исследовали всех спортсменок, а также напиток, который они употребляли. Результат запрещенных и допинговых веществ не обнаружено. И Международная Федерация Легкой Атлетики ратифицировала новые мировые рекорды. Вопросов к тренеру стало еще больше. Май Юнглин разговарился. Я вам отвечу, хотя ответ, возможно, будет неправдоподобен. Секрет в сочетании двух факторов. Это интенсивная тренировка и драгоценные грибы. Вековая мудрость заложена в этих грибах. Вековая мудрость помогает побеждать. А драгоценные грибы, это и был компонент того напитка, который каждый день пили спортсменки, и который проверяли антидокинговые лаборатории. Это и был кардицепс. Для нас с вами это большое везение, что они его проверили. Ведь делались анализы самые чувствительные и пристрастные. Мы можем говорить всем, кардицепс докингом не является. Но спортивный мир в 1993 году к сообщению тренера не прислушался. Вековую мудрость грибов пропустили мимо ушей и решили, что все дело в тренировке. Специалисты спорта и тренеры, желающие достичь высоких результатов, досконально изучили систему подготовки. Китайские спортсменки проводили по несколько месяцев в национальном тренировочном центре на Тибете. Здесь на высоте 2236 метров спортсменки пробегали каждый день по марафону без перерывов. Это 42 километра. Это нечеловеческие нагрузки. В течение недели получается 300 километров. В горах организм адаптируется к дефициту кислорода, и спустившись затем на равнину, удается показать более высокий спортивный результат. Тренер точно выяснял момент наступления спортивной формы после Среднегорья. Но как девушки это выдерживали? В спорте результат является закономерным итогом тренировки. Чем больше тренируешься, тем лучше результат, но до какого предела? На протяжении последних 10 лет несколько западных бегунов пытались довести пробег дистанции до 300 километров в неделю. Но ни одной женщины среди них не было. Среди них были бывший мировой рекордсмен на марафонской дистанции Дерек Клейтон и выдающийся американский бегун Гэри Линдгран. После ощутимых результатов, результатом тяжелых нагрузок были нарушения здоровья. Джефф Гэллоуэй, олимпийский бегун на 10 тысяч метров, тренировался по 200 километров в неделю в течение 6 лет. Он говорит, что когда пытался увеличить объем до 300 километров, то через месяц чувствовал себя разбитым или получал какую-либо травму. Сбылось предупреждение Майюмлина, что его ответы не поймут, ведь он же говорил о сочетании двух факторов, тренировка и грибы. Одно без другого не приведет к цели. Для того, чтобы это понять, нужно знать, как работает кардицепс, одно из удивительных сокровищ древней медицины. Это средство интегрирующего действия, имеет отношение к целостности организма. Целостность – это максимально возможное совершенство и гармония организма как системы. Это звенящее здоровье и учезарное благополучие. По словам древнекитайского трактата, интегрирующие формулы природных препаратов, биомонорегуляторов, действуют на уровне всего организма, повышая его целостность путем совершенствования функциональных систем организма. Они предоставляют организму самому найти направление исцеления и достичь оптимального баланса. Интегрирующие средства, в том числе кордицепс, не лечат. Они дают здоровье, поэтому могут использоваться при любом заболевании и для профилактики. Они очень просты в применении, не имеют вредных побочных действий. Применять просто, хотя механизмы действия очень сложны. Например, кордицепс имеет около восьми различных механизмов действия в организме человека. Но все они направлены на целостность, на совершенствование системных взаимосвязей. Такие формулы дают не только исцеление. Что если кордицепс будет пить здоровый человек? Он станет еще более здоровым, то есть целостным. Это для спортсмена может быть очень важным. Рассмотрим только один из механизмов. Кордицепс влияет в клетках на энергетический метаболизм. Энергию человек получает из пищи, и в клетках она запасается в виде аденозинтрифосфата. Аденозинтрифосфат – энергетическая валюта организма, он требуется для любого процесса в живой ткани, если этот процесс потребляет энергию. Так, аденозинтрифосфат идет на сокращение мышц, проведение нервных импульсов, построение новых клеток, выведение шлаков и многое другое. Но в организме человека при синтезе аденозинтрифосфата не бывает сгорающей пищей, с образованием за счет этой энергии аденозинтрифосфата. Можно назвать его коэффициентом полезного действия организму. Так вот, коэффициент полезного действия синтеза аденозинтрифосфата всегда ниже 100%, даже у здоровых людей. А у больных еще ниже, потому что многие химические лекарства, применяемые больными людьми, обладают свойством снижать эффективность синтеза аденозинтрифосфата. Когда коэффициент полезного действия низок, пища сгорает в холостую. Ее энергия уходит в тепло. Кордицепс совершенствует системные связи в организме, одна из которых – связь между сгоранием пищи и образованием аденозинтрифосфата. Эффективность синтеза аденозин-трифосфата становится выше. При приеме кардицея пса, это значит, что связь укрепляется. С помощью кардицея пса у больных людей коэффициент полезного действия процесса возрастает. А у здоровых может даже приблизиться к 100%. Образуется как бы дополнительный аденозин-трифосфат, а это дополнительная энергия. Она пройдет у больного человека на исцеление, на регенерацию клеток и тканей, на вывод токсинов, борьбу с микробами и тому подобное, а у спортсмена. Дополнительная энергия может пойти на физическую работу, на тренировки силы и выносливость становятся выше. А после тренировки, эта энергия идет на восстановление организма, на заживление травм. Если спортсмен быстрее восстанавливается, он может больше тренироваться. И даже в пределах одной тренировки может пробежать, скажем, в два раза больше. Такой препарат не является вредным, потому что избыток энергии никому еще не повредил. К допингам его отнести нельзя, потому что спортивный результат будет расти только при условии тренировок. Невозможно добиться мировых рекордов, лежа на диване и выпивая литрами кардицепс. Хотя себя чувствовать вы будете лучше. В спорте, при фитнесе, результат по-прежнему остается прямым и закономерным итогом тренировок. А кардицепс просто помогает вам тренироваться больше и интенсивнее, позволяет не переутомиться и сохранить здоровье. И это гармоничное сочетание нагрузки и восстановления. Остается только надеяться, вместе с доктором Шан Леюнем, президентом Китайской ассоциации фитотерапевтов, что для остального мира не пройдет незамеченным китайский урок. Надеюсь, что последствием ошеломляющего успеха китайской сборной, станет то, что внимание общественности сфокусируется на природной медицине и альтернативных подходах к лечению и здоровью. И другие специалисты вторят ему. Удивительно, что до сих пор ученые и спортивные специалисты со всего мира не протоптали тропу к китайцам, которые, по-видимому, сделали самый большой скачок в истории в физической производительности человека. Эти достижения превосходят возможности допингов. Огромное количество золотых олимпийских медалей, завоеванных китайцами на играх 2004 года в Афинах, это заслуга не только спортсменов и их тренеров, но и этих замечательных препаратов из кордицепса и других высших грибов. Американские исследователи установили, что пищевые добавки, изготовленные с использованием китайского гриба кордицепс, заметно увеличивают мышечную силу и повышают выносливость организма. Отчет о работе ученых был представлен на съезде американского общества физиологов. Выяснилось, что использование экстрактов из китайских грибов приводит к более эффективному усвоению кислорода клетками организма и позволяет спортсменам успешно выдерживать длительные физические нагрузки. Данные препараты являются абсолютно безопасными, неоднократно в различных странах они проверялись на наличие докинда. Результат запрещенных и докинговых веществ не обнаружено. Мы можем говорить всем, кордицепс докингом не является. Интегрирующие травяные формулы действуют на уровне всего организма, повышая его целостность путем совершенствования системных связей. Они предоставляют организму самому найти направление исцеления и достичь оптимального баланса. Интегрирующие средства, в том числе и кордицепс, не лечат, а не дают здоровье. Поэтому могут использоваться при любом заболевании и очень просты в применении, не имеют вредных побочных действий. Применять просто, хотя механизмы действия могут быть очень сложны. Например, кордицепс имеет около 7-8 различных механизмов действия в организме человека. Но все они направлены на целостность, на совершенствование системных связей. Такие формулы дают не только исцеление. Кордицепс затрагивает в клетках энергетический метаболизм. Кордицепс совершенствует системные связи в организме, одна из которых связь между сгоранием пищи и образованием аденозинтрифосфата. Эффективность синтеза аденозинтрифосфата становится выше, при приеме кордицепса, это значит связь укрепляется. У больных людей коэффициент полезного действия процесса возрастает. А у здоровых может даже приблизиться к 100% с помощью кордицепса. Образуется как бы дополнительный аденозинтрифосфат. А это дополнительная энергия. Она пройдет у больного человека на исцеление, на регенерацию клеток и тканей, на вывод токсинов, борьбу с микробами и тому подобное. А у спортсмена, дополнительная энергия может пойти на физическую работу. Выносливость и силы на тренировке становятся выше. И конечно, эта энергия идет на восстановление после тренировки, на заживление травм. Если спортсмен быстрее восстанавливается, он может больше тренироваться. И даже в пределах одной тренировки может пробежать, скажем, в два раза больше. Такой препарат не является вредным, потому что избыток энергии никому еще не повредил. К дотингам его отнести нельзя, потому что спортивный результат будет расти только при условии тренировок. Невозможно добиться мировых рекордов, лежа на диване и выпивая литрами кардицепс, хотя чувствовать себя вы будете лучше. В спорте результат по-прежнему остается прямым и закономерным итогом тренировок. Кардицепс просто помогает вам тренироваться больше и интенсивнее, позволяет не переутомиться и сохранить здоровье. Продолжение следует...